Видео создано по материалам форума Митхун Чакраборти. Ссылка на форум в описании под видео. В 1984 году на съемках фильма «Прозрение» встретились Митхун Чакраборти и Шри Дэви. В первые моменты Митхун не обращал на Шри никакого внимания. Он был занят своими делами, снимался одновременно в нескольких фильмах «От зари до зари» и вообще имел любовный роман с другой. Шри на Митхуна внимание обратила сразу. При всех их встречах она была очень мила и любезна. Она была необыкновенно красива, в лучших индийских традициях сексуальна и целомудрена. Казалось, мужское внимание ей нужно только в рамках работы, но чтобы обсудить, как играть эпизод. Слова в статье из Филфарм 1987 года. Она часто говорила с ним, но держалась чуть ли не официально. Со Шри Дэви всегда была рядом мама. Она сидела у дочери в гримерке, а когда-то работала у съемочной площадки. На подмену маме приходила тетя. В общем, надзор за девочкой был весьма строгий, поэтому все ее общение с Митхуном оставалось совершенно невинным. Мамочка даже пошла за дочерью пить чай на актерских посиделках после съемок и уселась за стол между Шри и Митхуном. Но в один прекрасный день заботливая мама почувствовала себя плохо и отправилась домой задолго до окончания рабочего дня дочери. И на смену себе никого не прислала, даже машину за дочерью не прислала. Бедной Шри ничего не оставалось, как попросить своего партнера подвезти ее домой, на что Митхун и откликнулся с готовностью. Это видела вся съемочная группа, и сплетник, и с филфарм тоже. Что было дальше? Но все было чинно благородно. Она по-прежнему советовалась с ним по работе. Он, чтобы упредить эти советы, старался быть к ней поближе, даже когда его не снимали. Сидел и смотрел на игру Шри. Но он изменился. По всему было видно, что он влюблен. Съемки прозрения подошли к концу. Необходимость в обществе Митхуна для Шри нет. Похоже, Шридеви очаровала Митхуна Чакраборти, а он ее. Что было совершенно невинно, учитывая, что Митхун уже вовсю гремел, как самый желанный мужчина для женщин, а Шридеви к тому времени приобрела лицо самой красивой актрисы Болливуда. Нет, пресса, конечно, вовсю шпионит за звездами, но вообще-то проще всего было расспросить эту самую звезду. Мови, 1984 год. Интервью Шридеви. Вы недавно снялись в фильме про зрение. Каковы ваши впечатления от съемок? Все было чудесно, я просто счастливо. А в чем причина вашего счастья? Вы много меня спрашиваете, я не все могу рассказать. Статья о мове 1984 года поспешила огласить миру о новой любви Митхуна Чакраборти. Правда, сам Митхун отрицал все категорически и просил не рассказывать о нем сплетни. В интервью, которое он дал в это же время для Стардиус на вопрос. Говорят, вы влюблены в прекрасную южанку? Митхун ответил. Откуда вы все это берете, если ничего подобного нет? Почему все говорят об этом? С 1985 года рассказы о романе Митхуна и Шридеви пошли просто лавиной. Журналы смаковали эту историю на разные лады. И это при том, что его видели совсем с другими женщинами. Они Турадж просто обозвали ширмой, маскирующей любовь Митхуна к Шри. Но он-то появлялся везде именно с Анитой. Опять же, Митхун вдруг отказался от фотосессии со Шри для журнала Стардиус. Но это было освещено в прессе, как его старание скрыть их любовную историю. На протяжении этого времени, 1985 года, сам Митхун молчал как рыба. Шри же нет, ничего определенного она не говорила тоже. Но при каждом удобном случае, она вспоминала Митхуна, если не словом, то хоть поднятой бровью. Мол, у них с Митхуном, но вы понимаете. В 1986 году окрас разговоров поменялся. Теперь писали, что Митхун просто сходит с ума от Шри, но боится в этом признаться. Шри уже давала комментарии о своих отношениях с Митхуном в открытую и откровенно намекала, что они вот-вот поженятся. Митхун по-прежнему все отрицал, даже отношения со Шри отрицал. При этом, то, что его видели в обществе, отнюдь не со Шри, никого не смущало. В 1987 году вышла та самая статья «Филфарм. Каковы дела у танцора диско». В ней подробно расписывался весь роман Митхуна и Шридеви. Причем журналист проявил поразительную осведомленность в делах, при которой он физически присутствовать не мог. В этой статье было оглашено о том, что танцор диско уже тайно женился на своей возлюбленной. После этого в прессе все подавалось в таком ключе, мол, Митхун никак не может огласить про свой второй брак. Но брак есть, и сокрытие его очень оскорбляет Шридеви. В прессе называли точную дату свадьбы Шридеви с Митхуном 19 февраля 1987 года. А в 1989 году даже написали, что опубликовано их брачное свидетельство. Вот только где и когда его опубликовали, осталось неясно. Да и вообще никто этой публикации не видел. Настоящая буря разгорелась в 1988 году. Тогда, в конце 80-х, у Митхуна был очень сложный период. Проблемы с его фильмами, негативное отношение прессы к его работе, семейные проблемы. Он тогда действительно много пил, но он как мог скрывал это, и он сумел не портить этим свою работу. Расслаблялся Митхун после съемок, поздно вечером, когда заканчивал все дела. А наутро он был уже готов к работе, подтянутый, аккуратно одетый, элегантный и красивый. Это было феноменально. Но никакие бессонные ночи, никакие посиделки с друзьями никогда не отражались на его внешнем виде и работоспособности. Это отмечали все. В 1988 году Бабар Супхаш захотел устроить что-то вроде годовщины танцора диско. Был званный вечер для тех, кто участвовал в работе над фильмом, и для друзей тех, кто работал над фильмом. А еще были приглашены журналисты с фотографами, около 50 человек. Своих корреспондентов прислали все популярные издания. Митхун Чикраборти, естественно, тоже был. Сразу по приходу Митхун попал просто в осаду. Его окружила толпа из прессы. И уже на первых же вопросах прозвучало имя Шридеви. Это написали все журналы. «Каковы сейчас ваши отношения со Шридеви?» Митхун говорит. «У меня нет никаких отношений со Шридеви. Это правда, что вы женились на Шридеви?» Митхун. «Я не женился на Шридеви. Почему вы скрываете ваш брак со Шридеви? Ведь все знают об этом. Даже ваше свидетельство о браке есть, Митхун. Откуда у вас оно может быть? Его опубликовали. Митхун. Где вы такое видели? Где его опубликовали? Почему вы боитесь признаться в своем втором браке? Вы поссорились со Шридеви, потому что скрываете свой брак с нею? Шридеви бросила вас и не вернется к вам, пока вы не примете решение? Как вы поступите?» Митхун. «О чем вы? Ничего подобного нет. Вы сейчас живете один, потому что вас бросила и Югита, и Шридеви? Ваша первая жена прячется или вы прячете ее? Правда ли, что Югита при смерти? Говорят, вы давно не появляетесь в своей бывшей семье. Правда ли, что вы отдали своего сына родственникам, потому что женились на другой?» Митхун вначале держался спокойно, но по мере того, как вопросы его захлестывали, он начал терять самообладание. Он не успевал отвечать и понимал, что завтра ему припишут то, чего он не говорил. Когда же прозвучали вопросы о его семье, он не выдержал. Митхун просто развернулся и начал уходить из круга журналистов. Его не выпускали, совали ему в лицо микрофоны и камеры и кричали, почему вы скрываетесь от прессы. Митхун Чакраборти очень сильный человек, но он человек очень эмоциональный. От всей этой травли он разнервничался, и его глаза увлажнились. Кто же это рассмотрел, неизвестно, но практически во всех публикациях об этом вечере было написано, что Митхун Чакраборти не смог ответить на прямые вопросы прессы, а вместо этого залился пьяными слезами, ибо был уже выпивший. Причем потому, как это опубликовали дословно, это явно кто-то озвучил прямо там на вечере, и эти слова и взяли на карандаш журналисты. Слова из статей того времени Митхун совершенно убит разрывом со Шридеви. Сейчас он просто пьет, потому как не в силах вынести уход Шридеви. Из-за любви Митхун не может совладать с собой, потеря Шри может обернуться вообще концом карьеры танцора диско. Наконец, в 1989 году, давая интервью, Шридеви в открытую сказала, что у нее нет никаких отношений с Митхуном Чакраборти. Больше нет, добавила она. В 1990 году Митхун Чакраборти дал, наконец, ответ про свои отношения со Шридеви. До этого ничего, кроме ничего подобного нет, от него невозможно было добиться. А что вы скажете про слухи, которые ходят о ваших отношениях со Шридеви? Митхун, почему вы столько времени повторяете эти слухи? Это все давно закончено, я никогда не знал ее, не знаю и не хочу знать. Шридеви для меня только актриса, прекрасно исполняющая свою роль, она одна из лучших актрис. Прошло время, все это дела давно минувших дней, но почему-то и сейчас никто не верит Митхуну Чакраборти, который четко сказал, Шридеви для меня только актриса, прекрасно исполняющая свою роль, одна из лучших актрис. Какую роль? Может роль той, которая вроде бы любила Митхуна Чакраборти? Видео создано по материалам форума Митхун Чакраборти. Ссылка на форум в описании под видео.